Ну что, возвращаемся к разговору про интервью. Вчера мне пришло письмо от Шада, приглашают выбрать время, я выбрал 20 июля. Так что есть время, сейчас концентрируюсь на двух вещах. Первая — это подготовка по части знаний, и вторая — это подготовка по части мотивации. И мой предыдущий опыт со Стэнфордом, с Макинди, где бы я ни собеседовался, научил меня, что вот эта часть, мотивацию, будет очень важной. По порядку. Знания. Знания будут проверяться примерно так же, как на экзамене, задача может быть даже попроще. Вот здесь примеры, можете их посмотреть. Поэтому подготовка новой особо не будет. Важно просто подтянуть теорию, которую я до этого читал и изучал к экзамену, но которую не успел до конца пройти, поскольку ее нужно знать гораздо лучше, и могут запросто попросить доказать что-то теоретическое. Поэтому мой план — дочитать те книги, которые я уже сейчас читаю, может быть, еще раз освежить их в памяти. Это Кострыкин, это Феллер, это Корман и Зорич, конечно. Порешать задачи из сборников Кострыкина, из сборника по теории вероятности Кельберта Сухова, говорят, очень крутой сборник, и еще раз просмотреть все решения задачи с шада экзаменов 2012-2018 года. Это что касается знаний. Что касается мотивации, здесь нужно подойти с трех сторон. Первое — это показать, что знаешь предмет, имеешь хорошее представление о машинном обучении. Второе — это показать, что знаешь, что шад может тебе дать. И третье — показать, что понимаешь, зачем тебе это все нужно и как ты это планируешь использовать. Чтобы показать, что я знаю предмет, и, конечно, могу сослаться на то, что я проходил курсы по ML уже от Andrew&G, участвовал в хакатонах, но думаю, что этого пока еще маловато. И важно, на мой взгляд, пройти курс, который сами шадовцы подготовили, курс Воронцова на Курсере. Я начал его сейчас проходить, кстати, очень классный курс. Рекомендую. И, безусловно, его я собираюсь сделать. Хочу поучаствовать еще в соревнованиях на Кегле. Правда, это занимает очень много времени. Я не уверен, что у меня сейчас сразу получится. Но мне интересно, я попытаюсь. И это покроет хотя бы общее представление мое о машинном обучении, даст более качественное представление, чем сейчас. Что касается шада, что именно там есть, какие есть курсы, какие преподаватели, что я могу получить, тут важно изучить, конечно, программу, выбрать предметы, которые интересны, обсудить эти предметы с выпускниками, чтобы они сказали, вот здесь хороший препод, здесь не очень, здесь интересный курс, здесь не очень, здесь полезный, здесь не очень. Обсудить это с ребятами, которые работают уже в индустрии. Например, мой брат, который сказал, что вот это применимо на практике, а вот это вот бесполезно. А вот это очень сложная теория, которую он нам рассказывал в девятом классе на сборах олимпиадных, слишком сложно. И на основе чего я смогу выбрать уже, что мне нравится. Курсы я выбрал, вот, собственно, то, что я бы хотел изучать на экране. Понятно, что это не финальный вариант, и я думаю, что еще поменяется и не раз в течение обучения в шаде, если меня сейчас туда возьмут, конечно. Но первое приближение, что называется first cut, вот он. И, наконец, ответ на вопрос, зачем мне все это нужно. Здесь тоже стоит подготовить разумно аргументированную историю, которую можно рассказать, и которая связывает все точки воедино, как любил говорить Джобс. Здесь я тоже подготовил историю, рассказал, какие конкретно проекты мне интересны, почему я думал, что шад поможет мне этими проектами в дальнейшем заниматься. Рассказал, почему и с точки зрения психологической мне интересно заниматься математикой, и мне хочется подтянуть математическую часть, которой, на мой взгляд, в моем образовании не хватает. Поэтому явно шад я не брошу. Вот это все я подготовил, обсудил с друзьями, обсудил с братом, data scientist, и осталось только научиться это рассказывать интересно. Думаю, что в следующий раз вам тоже расскажу. Вот такой план. План закрыть вопрос по знаниям, план закрыть вопрос по мотивации, и вперед на интервью. И надеюсь, что там все получится. И того же желаю вам. Спасибо, что смотрели. Все, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok